Всем большой привет! Рада приветствовать вас на своем канале. На дворе у нас уже начало апреля и я спешу с вами поделиться всем тем, что я успела однорукодельничать в месяце марте. Давайте, наверное, для начала я начну с готовых работ. И первая готовая работа это любопытный енот от фирмы Pana. Это превью самого набора и вот готовый результат. Я осталась очень довольна и самим процессом вышивки и, безусловно, полученным результатом. Если мы проведем небольшое сравнение, то вживую, конечно, листва намного ярче, чем на обложке и сами еноты более как-то выразительные. Готовому результату придраться не к чему, попросту не к чему. Я осталась довольна всем. Поначалу, да, нитки немножко меня смущали, потому что они крутились, были немножко непослушными. Но, в принципе, мой некий такой способ вышивки, это продевание только одну ниточку через ушко, способствовало тому, что нитка меньше крутилась. Вышивать было гораздо легче и создавалась некая экономия нити, но, в принципе, это было необязательно, потому как ниточек осталось достаточно много. Где-то приличное количество, где-то совсем немножко. Вот один 21 цвет я повесила сюда, потому что он был на отдельном органайзере, и это, если честно, не очень удобно. То есть, в принципе, с нитками гамма я подружилась, и вообще могу сказать, что фирма Panna меня радует и в плане своих новинок, наборов. То есть, есть из чего выбрать, есть к чему присмотреться. Я думаю, что это не первый набор, отшитый мной именно данной фирмой. Кангу я заменила на лен, и я об этом уже говорила, потому что вы видите, что есть выпирающие элементы из самой рамки. Соответственно, когда будет эта работа оформляться, то есть где-то на вот примерно таком отступе будет либо паспорту, либо уже сам багет. Это мы посмотрим в багетной мастерской. Поэтому как раз-таки из этих соображений мне и хотелось заменить основу, чтобы здесь была такая достаточно однородная ткань. Ну, насколько это может позволить лен. И чтобы было максимально приятно глазу. Но это, да, как говорится, на вкус и цвет. Мне захотелось это сделать, я это сделала. Ещё из таких наблюдений, когда до окончания процесса остаётся буквально ничего, у меня, знаете, такое ощущение, когда вы бежите в марафон, и уже где-то на горизонте вы видите финиш, и у вас открывается второе дыхание. То есть я не растягиваю удовольствие, мне наоборот хочется поскорее эту работу завершить и уже наслаждаться готовым результатом. Но у меня лично это так происходит. И ещё такой момент. На самой работе указан уровень сложности 3 звёздочки. И как я понимаю, фирма Панна – это степень самая высокая. Но по правде сказать, я бы не дала этой работе такую завышенную сложность, потому как, ну честно, здесь нет ничего сложного. Здесь достаточно логические участки, логические пятна. Что касается самих енотов, листвы, бэкстич несложный. Здесь на вот этих веточках выполняются в две нити. Но это ничего сложного, поверьте мне. В работе присутствуют всего два бленда. Они используются именно при отшиве самих енотов. Бэкстич тоже достаточно простой. Честно, я не знаю, за что этому набору дали такую степень сложности. И если кому-то нравится этот набор, но вас отпугивает именно то, что он, возможно, какой-то сложный, я могу вас в этом разуверить. Набор достаточно, ну пускай не лёгкий, но он приемлемый для того, чтобы его вышила любая рукодельница. Поэтому, если хотите, смело вышивайте. Работу это, естественно, пока я оформлять не буду. По приезду домой мы пойдем в багетную мастерскую. И пока что он у меня хранится в рулончике вместе с моим натюрмортом. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий набор, который я отшила в этом месяце, это набор от фирмы Жарптица. Оберег неразлучники. Но, если я правильно понимаю, Жарптица это то же самое, что МП Студия. Если я не права, то, пожалуйста, поправьте меня, потому что я в этом вопросе не осведомлена на все 100%. Данный набор вышивается на пластиковый конвейер. Как вы видите, он двухсторонний. То есть вышивается перед и зад. И получается такая интересная игрушка, которую, в принципе, можно использовать для ёлочной... Для ёлки. Для ёлочной ёлки. Вот. Но данный набор тоже потерпел некоторые изменения. А именно касательно основы. Я немножко задумалась над тем, что... Ну хорошо, я сделала вот такую игрушку двухстороннюю на пластиковый конвейер. Я люблю вышивку на пластиковый конвейер. То есть здесь никаких сложностей. Всё пройдёт достаточно быстро и просто. И получается, что эту игрушку я буду видеть, ну в лучшем случае, месяц в год. Да, как у нас стоит ёлка. Но мне захотелось именно вот этих ребят видеть как можно чаще. Поэтому я решила заменить основу с пластиковой на льняную. На Лен Кэшел 28 аккаунта. И вот что у меня получилось. Как мне кажется, эта ткань просто идеальна. Сюда подошла. На самом деле у меня оставался небольшой кусочек. 20 на 25, где-то так, сантиметров. Он у меня лежал. Я, если честно, не знала, найдёт ли он себе какое-то применение или нет. Но выкидывает жалко. Поэтому он лежал, лежал. И, как говорится, дождался. В плане оформления это обыкновенная пластиковая рамка из магазина Икеа. Но мне понравился именно её вот такой цвет. Имитирующий как бы дерево. Мне кажется, он сюда отлично подойдёт. Белая рамка сюда, честно, не смотрится. Несмотря на то, что здесь присутствует белый цвет. Но белая, она получается очень яркая. И, как говорится, привлекает внимание на себе. А это не то, что мне хотелось. Сама рамка, она с таким эффектом углубления. И да, у меня здесь нет стекла. В последнее время я практически все свои вышивки оформляю без стекла. И здесь, кстати, проложен синтепон. Проложен всего один слой. Изначально я думала делать два. И когда я собирала, скажем так, некий такой пин-кип. Всё, я стягивала нитками на изнанки. Без рамки он смотрелся очень хорошо. Но когда я вставляла в рамку, где-то почему-то он пережимался. И получалось, честно говоря, не очень красиво. Поэтому один слой я убрала. И оставила, соответственно, всего один слой. И таким образом оформила. В принципе, это не обязательно. Но мне захотелось, так сказать, поэкспериментировать в этом плане. Почему бы и нет. Пару слов о самом наборе. О его комплектации скажу сразу. Я осталась не до конца довольна. И эта у меня фирма идёт, знаете, в такой некой градации, когда я не знаю, как бы, за или против. Я веду некий такой список тех фирм, которые я попробовала. Это чисто для меня. Просто мне интересно, да, кого я попробовала. Соответственно, мнение об этой фирме. То есть, хорошее, да, можно брать, как говорится. Либо, наверное, не стоит. Что касается этой фирмы. В плане подбора цветов, в плане разработки самой схемы здесь претензий нет. Мне понравилось всё. Мне понравилось сочетание нитей. Здесь всего присутствует три бленда. Они уместны. Схема разработана очень хорошо. То есть, не вызывает никаких сложностей. Это достаточно простая вышивка. То есть, с ней справится любой. Как вы понимаете, я отшивала только переднюю часть. Заднюю часть я не трогала. В набор был вложен на два кусочка вот такой белой пластиковой конвы. И вот этот момент, вы видите, да, то, что здесь, видимо, была этикетка, чья это пластиковая конва. И вот так вот не до конца это всё убрали. Я всё могу сделать. Я могу всё убрать, всё отодрать, всё помыть, постирать и так далее. Но, согласитесь, я не должна этого делать. По идее, готовый набор, он и подразумевает то, что вы его открываете, берёте и вышиваете. И, по сути, никаких особых действий вы не принимаете. Ну, за исключением, допустим, если вам нужен специализированный органайзер для игл, для ниток и так далее. Это уже, как говорится, ваше прерогатива. И если вы хотите, вы это делаете. Но здесь, конечно, вот этот момент немножко, так знаете, балл доснизил по отношению к этой фирме. Ну, не совсем приятно, честно скажу. Конва, пластиковая конва, она и в Африке пластиковая конва. Я думаю, она найдёт своё применение для каких-то других игрушек. Но, наверное, самый главный момент — это нитки. Вот, честно, нитки мне здесь категорически не понравились. Хотя я, наверное, отношусь к числу рукодельниц, которые непривередливы. И в своё время я пробовала достаточно много фирм. Не скажу, что я все испробовала нитки. Нет. Но я достаточно много пробовала фирм. И могу сказать, что все были вполне пригодные. Но эти нитки, честно, я не знаю. На упаковке нигде не написано, кто производитель. Поэтому я затрудняюсь сказать. Если, опять же, вы знаете, напишите, пожалуйста. Но по своим свойствам это точно не гамма. Это, скорее всего, не ПНК. Честно, я впервые встречаю нитки, в которых присутствуют катышки. Это меня, если честно, удивило. Конечно же, не очень приятно. Я сначала подумала, ну ладно, один цвет. Да, ну, может быть, где-то что-то зацепилось. Но нет, это касается всех цветов. В каждом цвете присутствовали эти катышки. Иной раз при вышивке их я убирала с лица. То есть, если они попадали на изнанку, то ничего страшного. Эти нитки сами по себе порой неоднородны. То есть, вот одна ниточка, она может где-то утончаться, где-то немножко утолщаться. Ну, то есть, вот сама по себе присутствует такая неоднородность. То есть, еще эти нитки очень мягкие. То есть, на ощупь они классные, мягкие, приятные нитки. Но, вы знаете, при отшиве все-таки вот такая чрезмерная мягкость, она не очень удобна, на самом деле, как это может показаться. Поэтому, конечно, одним из самых главных материалов при вышивке это мулине. Я осталась крайне недовольна. Поэтому данная фирма у меня прибывает в категорию таких фирм, что если только что-то очень-очень понравится, тогда я приобрету. Но так на эту фирму я, скорее всего, мало буду обращать дальнейшему вниманию. Но это чисто мое. Как вы видите, ниток осталось предостаточное количество. Ну, понятное дело, что я вышивала, скажем так, половину игрушки. Но с тем расчетом, сколько ушло ниток на вот эту вышивку, я могу сказать, что здесь ниток положили с очень хорошим запасом. И если не на две вот такие полноценные игрушки с двух сторон, то на полторы точно вам этих ниток хватит. Повторюсь, что результатом я осталась довольна. Эту вышивку я тут же оформила и повесила у нас в коридоре она находится. И каждый раз, собственно, когда мы входим в дом, мы видим эту замечательную пару. Конечно, тот смысл, который вложен в сам оберег неразлучники, он прекрасный. И хочется, конечно, в это верить. Но понятное дело, что веры одной мало. Поэтому, безусловно, нужно прикладывать усилия для того, чтобы всегда быть вместе. Чтобы семья оставалась семьей. Как говорится, раз и навсегда. Приходим к следующей моей работе. Это баночка. Можно так сказать, игольница. Вообще не запланированный процесс. Можно так сказать, он получился спонтанно. У меня освободилась вот такая баночка из-под скраба для тела. И мне она приглянулась именно потому, что она прозрачная. Здесь были некие наклейки, как название самого скраба и так далее. Все это благополучно отошло. И я посмотрела, что какая замечательная крышка. Она широкая. То есть можно не какую-то менять, тюрку вышить, а что-то покрупнее. В общем, гораздо быстро я нашла вот такой незатейливый орнамент. И тут же я решила попробовать нитки мультикалор от фирмы Анкор, которые мне подарила Таня. Кому интересно, это вот такие два номера. 1325 и 1335. Вышлось это все за один день. Ну, здесь практически 400 крестиков. Достаточно маленькая работа. Нитки мне понравились. Я даже вам могу сказать, что где-то на полбала они лучше DMC-шных мультикалора. Ну, вот мне, по крайней мере, так показалось. Но очень хорошие нитки мне понравились. Оформление тоже достаточно простое. Здесь я опустила цветную ленту, потому что вот этих кружевов по толщине мне не хватило, чтобы закрыть полностью. Пришила вот эти черные кружева. Здесь синтепон, да, то есть ее вполне можно использовать как игольницу. И, кстати, вы также можете сюда, да, я здесь ничего не делала, но вы сюда можете вполне приклеить магнит. И также здесь хранить иголки. Мне кажется, это очень удобно, особенно потому, что здесь достаточно круглая, простите, большая, большой диаметр. То здесь будет удобно и поместить и магнит, и сами иголки впоследствии доставать. Использую я ее как мусорничку, как игольницу пока особо не использую. То есть, скажем так, это был некий декор. Но, как вы сами понимаете, это все делать не обязательно. То есть, если у вас есть какая-то емкость под обрезки, ее не обязательно как-то декорировать. Это было лично мое желание, мне захотелось это сделать. Это был проект спонтанный. Я, в принципе, люблю такие проекты, потому что ты загораешься самой идеей, и все начинаешь быстренько творить, вытворять, и получается достаточно симпатичная вещь. И что касается малышей, то вышились у меня еще два персонажа из мультика «Смешарики». Это «Пингвин» и «Ворон». Вот милые, круглые, забавные, яркие, веселые, суперпозитивные. Мне они самой безумно нравятся. То есть, вы знаете, я вышиваю их, конечно, для детей, но мне самой доставляет удовольствие как и вышивать их, так и смотреть на них, когда они все такой гурьбой на магнитной доске. Так и, безусловно, мне приятно, когда мои дети ими играют, либо вдвоем, либо кто-то по отдельности. Это очень здорово. И, собственно говоря, ради этого и стоит подобные игрушки делать. В планах у меня осталось вышить еще три таких игрушки. Это «Лось», «Медведь» и «Сова». И, как говорится, с этой историей я покончу. У меня часто спрашивают ссылку на эту схему. Я обязательно оставлю ее в инфобоксе, чтобы лишний раз и вы меня не дергали, и вам меня не дергать. Так будет достаточно проще. Что хочу сказать из своих наблюдений. Может показаться, что схема не до конца проработана, потому что, да, имеется как некий такой разброс крестиков. Это есть. Меня поначалу это немножко напрягало, но, в принципе, в общей гамме это смотрится достаточно симпатично. Если вы владеете программой ПМ, то вы можете этот момент где-то подредактировать, то есть сделать более плавные переходы, да, без вот этих разбросов. Это, безусловно, на ваше усмотрение. И еще такой момент касательно бэкстича. Я вышиваю по кростич-санге. В электронном варианте бэкстич, он смотрится, конечно, контрастно, ярко и так далее. Но когда вы вышиваете, некоторые цвета очень сливаются с уже отшитыми крестиками. Это, кстати, вот на примере вот этого пингвина. У него улыбка вышивалась одним из красных цветов, который присутствовал здесь в крестиках. И, честно, я когда отшила бэкстич, я попросту этого не увидела. Все не увидела его улыбки. Она слилась. Мне пришлось распустить и взять цвет немножко светлее. То есть, скажем так, поиграться в этом плане. Поэтому для тех, кто будет их отшивать, вы обратите, пожалуйста, на этот момент внимание, что в некоторых случаях бэкстич лучше поменять на какой-то другой цвет. И также у меня вышелся еще один персонаж из мультика. Это Амням. Игрушка очень маленькая на самом деле. Она меньше этих смешариков. Она, по-моему, где-то грубо 6 на 6 сантиметров. Мой сын очень любит этот мультик. Поэтому, когда я загорелась идеей вышить подобного персонажа, я перерывала интернет. Конечно, очень мало схем, хороших схем. Либо схемы очень маленькие, либо они какие-то страшненькие. Я нашла вот такую схему. Мы ее с одним очень хорошим человечком подредактировали. И получилось у нас вот такой замечательный зубастый Амням, который обожает сладкие конфеты. Да, кстати, задник здесь зелененький. Здесь, как вы понимаете, черный. Ну, а здесь у меня задник белый в синей лапке. Вы могли уже видеть в одном из моих видео. Вот. Так что вот такие малыши у меня вышились также в месяце марта. С готовыми работами это все. Как вы поняли, смешариков продолжать я буду в этом месяце. И, конечно, остается один из самых таких текущих проектов. Это Петергоф от фирмы Риолис. Примерно где-то на таком уровне был он в предыдущем отчете. Но здесь еще немножко было отшито елки. И на сегодняшний момент моя работа выглядит вот так. По статистике это 21%. Я немножко не дотянула до 25%. То есть здесь еще такой кусочек. И будет уже четверть работы. Но я, так сказать, сделала в ней паузу и вышивала неразлучников и какие-то другие работы. Поэтому, собственно говоря, что имеем, то и есть на сегодняшний момент. Прорисовываются уже, конечно, кое-какие детали. Вблизи это смотрится все достаточно смешанно, но издалека вполне читабельно. Да, сама ель. Как видите, блески фонтана. Блески фонтана. Уже здесь пойдет сама статуя, из которой выливается сам фонтан. И дальше, но здесь пока смутно видно, это такие ступеньки, по которым вода стекает в сам фонтан. Вышивать мне нравится. Вышивается достаточно быстро. Все-таки вышивка в одну нить и шерстью. Никакого дискомфорта. Ничего я не испытываю. Мне очень нравится. И, как мне кажется, после некого такого небольшого перерыва, по-моему, где-то 9 дней я не провела за эту работу, я как раз именно сейчас, после этого отчета, в ее заново окунусь. И надеюсь, что к следующему отчету я покажу вам уже гораздо больше продвижения. Но пока что у меня в работе будет этот петергов и смешарики. Возможно, будет еще кое-какая работа. Но если она сбудется, я вам обязательно покажу ее в конце апреля. И хочу вам показать для сравнения вышивка на 18 аиде и вышивка на 14. То есть это оригинальная аида, которая была в наборе изначально и по которой я вышивала. Это, как сказать, некое сравнение для вас. То есть, чтобы вы визуально видели, насколько влияет замена каунта. Где-то я слышала, что это неправильно заменять каунт, делать его меньше. То есть, если дизайнер посчитал верным использовать в данной работе такой-то каунт, значит, нужно этому придерживаться. Здесь я могу где-то согласиться, а где-то нет. Все зависит от сюжета. Если это какой-то акварельный сюжет, то, скорее всего, да. Если уменьшать каунт, то, возможно, акварельность и пропадет. Хотя, опять же, даже на 18 аиде, если вы будете вышивать в одну ниточку, акварельность некая сохранится. Поэтому здесь, опять же, нужно экспериментировать, если вам это позволяет время и материалы. Это, конечно, крупнее, это мельче. И могу сказать, что в своем выборе замены основы я не то что не прогадала, но я не жалею никоим образом. Почему я не выбрасываю этот кусок? Ну, не только потому, что я хотела показать вам некое сравнение, еще потому, что, а вдруг мне каких-то нитей не хватит. Конечно, я понимаю, что это маловероятно. Расход нитей здесь гораздо меньше. Но на всякий случай я пока не выбрасываю. Здесь, видите, вот такие хвосты. Поэтому пусть пока полежит. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Я хочу вам пожелать замечательных, отличных продвижений. Получайте удовольствие от вышивки. Но не забывайте также получать удовольствие от жизни. Пусть это будут достаточно банальные слова. Но живите здесь и сейчас. Не строите слишком грандиозных планов на годы вперед. Потому как, ну, мы не знаем, сколько нам суждено прожить на этой земле. Поэтому наслаждайтесь, пожалуйста, наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас. Я вам это искренне желаю. Любви, добра, счастья вашим семьям. И пусть ваши души всегда будут светлыми. Увидимся мы в моем новом видеоролике. Всем отличного настроения. И пока.